МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие воспитанники и наставники подшефной промагро 19-й школы получили денежные премии президента управляющей холдинговой компании Фёдора Клюки. Впервые за 6 лет шефства торжественная церемония награждения прошла не в стенах учебного заведения, а в здании компании промагро на улице Ленина. Ребят встретил председатель совета директоров АПК промагро Константин Клюка. У нас сегодня такой немножко новый формат мероприятия. До этого все время вы нас к себе приглашали. Сегодня мы решили немножко поразнообразить и пригласить к себе вас. У нас, конечно, обстановка немного более скромная. К вам приезжаешь в кадетский корпус, в школу, такое ощущение, что попал на празднование 9 мая на Красной площади в Москве. Кадетам успехов в получении знаний, а преподавателям повышение своего преподавательского мастерства. Ну и, как я уже говорил неоднократно, мы с вами встречаемся очень часто, ставьте для себя высокую планку. Я думаю, это нужно делать с самого детства, с самого начала. И постепенно, планомерно, не спеша, но зато уверенно к этой планке двигайтесь. Вверх и вперед. Десять школьников стали обладателями премии в размере 25 тысяч рублей. Из них только четверо смогли лично присутствовать на церемонии. Остальные в разъездах. Представляют оскол на предметных олимпиадах и спортивных состязаниях. Денежные премии получили родители ребят. Моему сыну посчастливилось получить премию уже в четвертый раз. Безусловно, гордость переполняет меня каждый раз, переполняет гордость сегодня особенно. Сын выпускник, и поэтому мне очень приятно. Сын Ольги Садартиновой учится в восьмом классе. Подросток серьезно занимается изучением биологии и географии и уже успешно участвует на олимпиадах. Сейчас Кирилл находится в Белгороде на тренировочных сборах. Конечно, каждой маме приятно то, что ее ребенок достиг каких-то определенных высот в своей жизни. Это весомая премия. Это очень большая сумма денег. Это очень хорошая поддержка, даже, скажем так, для того, чтобы может купить какие-то материалы детям, чтобы заниматься. Приобрести, например, новый компьютер. Для десятиклассницы Ирины Качук известие о том, что ее награде от денежной премии было полной неожиданностью. Конечно, неожиданно и радостно. Я даже не подозревала, что я могу ее получить. Это большая честь. И на эту премию стимул, наверное, учиться, саморазвиваться и дальше участвовать в различных олимпиадах, конкурсах. Игорь Батищев – круглый отличник, но особенно силен в естественных науках. Девятиклассник получает премию уже в четвертый раз. Это всегда очень радостное событие, потому что приятно, когда твои достижения отмечают. Финансовая часть тут скорее просто приятный бонус. Все-таки, когда отмечают именно, что ты работал, вот ты заслужил, это гораздо приятнее, чем деньги. Олимпиады забирают очень много времени. Нужно готовиться, нужно ездить. Это пропуски в уроках. Ну, пока справляюсь. В четвертый раз номинирован на премию Святослав Селезнев. Девятиклассник – постоянный участник всероссийских кадетских слетов и форумов. Парень готовится к поступлению в Михайловскую артиллерийскую военную академию в Санкт-Петербурге. Кроме военного искусства, Святослав интересуется еще и музыкой. Конечно, это важное для меня событие. Каждый раз, как праздник. Я очень рад. Я хочу купить себе акустическую гитару. Это моя мечта. Я закончил музыкальную школу, проучившись в ней 7 лет. Я с детства люблю музыку. За высокие профессиональные достижения в работе с одаренными детьми премии отмечены и 5 педагогов. Размер премии солидный – 30 тысяч рублей. Я в восторге. Получается так, что любимая работа и эта премия – это словами не высказать. Как показали годы, финансовая поддержка, которую оказывает школе «Семья Клюка», дает хорошие плоды. В этом году, например, 19-е стало победителем регионального конкурса «Школа года» в номинации «Школа патриотов Отечества». Вы знаете, благодаря помощи финансовой, которую нам оказывали в течение последних 6 лет, мы смогли создать много новых интересных мест в учреждении в нашем. Это и лаборатория изучения ресурсов организма, где кадеты изучают и составляют свой индивидуальный маршрут физического развития. Это и космопарк, который мы начали создавать в нашем учреждении. Дети заинтересовались астрономией. Я считаю, что вкладывается очень много сейчас в нашу школу. И не только в материальное обеспечение учреждения, но и в поездки детей, в участие их во всероссийских сборах, слетах кадетских учреждений, в интеллектуальных состязаниях между кадетскими школами. После церемонии награждения ребят ждала экскурсия увлекательный рассказ о предприятиях агропромышленного комплекса и посещение новостной редакции 9-го телеканала. Секретами телевизионной кухни поделились журналисты и операторы видеомонтажа. Школьники смогли воочию увидеть все этапы создания новостного сюжета и даже попробовали себя в роли диктора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин